Народ, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт, компания по ремонту и отделке помещений. Сегодня нас впереди ждет обзор шикарной ванной комнаты, где практически все работы мы выполняли под ключ. И, как всегда, будем делиться с вами полезными лайфхаками и проделаем нашей работой. Поехали! Итак, друзья, по данному санузлу у нас два вида плитки, напольные и на стенах у нас другого цвета формата. И точно так же дешевая у нас выполнена в мозаике, то есть сделан сразу уклон к трапу. И борт у нас сформирован из крупноформатной плитки, которую у нас есть на стене. Вот, на самом деле, это очень удобно и это правильно, потому что из такой вот мозаики будет немножко некорректно это все дело смотреться. Вот, то есть вот этот вот сам борт, он имеет у нас ширину порядка 5 сантиметров, вот, и высоту порядка 20. То есть весь этот поддон, это у нас модельная конструкция, которую мы заливали и в дальнейшем облицовывали самой мозаикой. Вот, затихка здесь у нас эпоксидная по душевому поддону. Трап у нас точно так же выполнен в мозаике. Вот, трап у нас с сухим затвором, вот, и с гидрозатвором. Друзья, по душевой кабине, если есть возможность, всегда делайте душевую кабину, потому что в режиме настоящей жизни, беременности очень мало и это очень практично и удобно прийти и быстренько принять душ, а не набирать какую-то там большую ванную. Это только для любителей ванных, если вам не треба, полежать, порелаксировать, можно ставить ванну. А как в данном случае, смотрите, у нас душевая кабина получилась просто шикарная, громадная, большая. Прям, ну, мечта многих, я думаю, иметь такую большую, красивенную душевую. Итак, душевой у нас смесики скрытого монтажа на два режима, вот, с лейкой. Лейка у нас с пластиками, с силиконовыми есть еще, в данном случае она из такого, выполнена, плотного силикона, форсуночками, то есть это очень удобно, когда у нас вода засоряет, допустим, лейку, вот я ее видел, вот-ка сейчас пальчиком. Вот так вот поделал, и весь камешек у нас с леечки обвалится, и она полоцена опять у нас функционирует. Вот, рядышком располагается держатель. Вот, располагаем еще, друзья, встречал несколько уже сантехник, которые в груди обеют, что они офигительные специалисты, а по факту допускают банальную ошибку. Запомните, всегда, вот, когда у нас установлен смеситель скрытого монтажа, лейка должна располагаться в одной из сторон, то есть либо слева, либо справа, вот как здесь. Здесь выполнено правильно, вот, не вот так, потому что многие ставят вот этот вот держатель, да, его ставят вот сюда, снизу, и потом, когда люди-то, заказчики, не знают ваши, вот, сантехники в нее области, видимо, тоже, и потом, когда ставят лейку в держатель, она перекрывает нам ручки управления водой. Соответственно, это неудобно, и как один из выходов, потом приходится лейку вешать, вот так, то есть поворачиваем туда держатель, и у вас личка будет висеть вот так. Это у нас очень большая ошибка, грубая, вот, на стадии еще червовой сантехники, этот момент нужно четко проследить и выполнить его правильно. Вот, как я уже говорил, трап у нас, вот, здесь у нас было какое-нибудь решение сделать полочки, которые встроены в стену, стеклянные, очень практичное, как по мне, решение, очень красивое, не выделяется из общего фона, в стене взлом такая ниша, немножко может быть некомфортно в уборке, но, опять же, это у нас душевая, все убрали, все это дело сполоснули, вытерли, и все у вас будет чисто, и вот так вот, вот, грубая. Вот, очень клевое, практичное решение, как по мне. Здесь у нас два держателя для каких-то, видимо, началочек будет, вот, использоваться, а, кстати, забыл, сместитель двух режимов, один режим у нас включает лейку, то есть вот эта вот ручечка, она у нас регулирует с таблетом вправо, одна переключает воду на лейку, ручную, да, а другая на сантропический душ. Вот, вторая клавиша регулирует подачу воды, холодная, горячая. И здесь у нас, кстати, термостат, да, термостат-смеситель. Такая вот красота, ребята, у нас получилась просто. Прибываешь в данном помещении и получаешь удовольствие от эстетики. По душевому поддону, на момент его монтажа, как заливки, мастера сразу должны сформировать уклон плавный от самой дальней точки до самого трапа. То есть вам нужно сразу будет выставить высоту трапа, знать, вот, и сделать плавный уклон к трапу. Это делается для того, чтобы, если вдруг сюда попадает вода, она не застраивалась у вас, а плавно стекала в самый душевой трап. Вот, точно так же трап нужно правильно разместить от стены, которая у вас здесь присутствует, то есть сделать правильный отступ. Мы сделали практически на ширину мозаики. Вот его. И здесь, опять же, сформировать уклон. Вот, то есть, чтобы вода не собиралась в этой вот, в этом углу, а стекала конкретно в щель трапа. Этот момент, опять же, нужно контролировать на момент самого монтажа чернового основания душевого поддона. Опять же, со стороны душевой обязательно проходим герметиком эластичным все примыкания, для того, чтобы в момент, когда вы принимаете душ, вода не сочилась через щель и обратно уходила в душевую. Сразу при входе у нас на всю длину располагается шикарная столешница с накладной раковиной и со встроенным смесителем по фоне Италии. Вот, точно так же у нас присутствуют две розеточки с влагозащитой. Вот, и держатель для полотенца-сушитель. Рядышком с столешницей можно, как всегда, поставить много различных украшений для интерьера и средства первой необходимости, как здесь, допустим, и жидкое мыло, и обычное мыло. Здесь еще у нас доедет большое шикарное зеркало. Вот, опять же, угол. Смотрите, как чудненько все красиво сформировано. По всей длине, по всей высоте. Просто пушка. Здесь в углах, в отличие от санузла, у нас силикон другой, но выполнен точно так же, очень качественно. Все очень красиво по всей высоте. Точно так же примыкание к опоку. Все просиликлонено, чтобы не было никаких трещин. Все было у нас всегда красиво. Так, да, но угол у нас, опять же, обусловлен тем, что здесь у нас находится винтоканал общий. Вот, естественно, там у нас стоит принудительная вывешка, которая включается точно так же в их коле с помощью сенсорного выключателя. Итак, друзья, подстолешница, которая выполнена, опять же, из той же плитки, которая у нас идет на стене и по полу. Вот, кстати, такое решение, оно всегда очень практичное. Берите себе на вооружение, потому что данная плитка очень прочная, очень легко она убирается, и вы постоянно можете на нее разливать воду, ей ничего не будет. Все будет у вас долговечно, все будет у вас красиво. Опять же, конечно же, к принадлежащему ходу, не стоит все это дело запускать. Вот, раковина, как я уже говорил, у нас накладная, с донным клапаном. Донный клапан у нас фиксируется для того, чтобы набрать в саму раковину воды и, допустим, что-то там в ней делать, вот, чтобы вода у вас не уходила. Под нашей столешницей у нас установлена подвесная тумба, вот, то есть она открывается. Где у нас полки? Вот, и есть открытые вот такие вот шкафчики. На самом деле, очень полезно, много получилось места под самой столешницей. Вот, тумба у нас подвесная для того, чтобы можно было заехать роботу-куресосну и комфортно там это все дело убрать. Также у нас имеется датчик протечки воды, который установлен под сифон. То есть, если не надо бог опять же, что-то протекает, датчик сразу же срабатывает. И вот там вам не нужно будет бежать все это дело открывать, датчик сработает и автоматически перекроется в стояках холодной и горячей воде. Точно так же и с полотенцесушителя. Если, не дай бог, вдруг идет протечка, он автоматически сразу перекрывает краны на воду. Итак, на стене керамогранит размером 90 на 90. Крупный формат, очень креативно, очень классное сочетание цветов. Вот, дешевый поддон, как я уже говорил ранее, у нас из мозаики выполнен. Опять же, друзья, вот этот наружный угол таким образом здесь скрыты все коммуникации. То есть, здесь у нас идут все стойки воды. Здесь у нас хранятся наши фильтры, установленные. Вот. Здесь же стоит система от датчика протечки воды. Все это дело у нас легко очень открывается. В плитке у нас вырезан люк скрытого монтажа. Вот. И при нажатии он у нас открывается, и можно будет это дело обслужить. Но это дело там нужно будет очень редко. Так что, родное решение, это люк скрытого монтажа. Можно было бы наградить здесь здоровенную конструкцию, то есть, чтобы открывалась прям вот отсюда и вон туда. Но, опять же, очень большая нагрузка идет на данный угол, на данный люк. Вот. Поэтому принято было решение сделать небольшой люк скрытого монтажа, тем самым порезать плитку. Есть моменты по люку, по самой плитке, то, что нет она небольшую кривизну и небольшой этот участок, он может у нас выделяться. То есть, вот горизонтальное шву у нас все идеально. Вот. Вертикально могут немножко... Но это у нас такая миллиметрическая вот так у плитки, плюс небольшая погрешность по люку. Вот эта вот доля миллиметрика, но она у нас будет видна. Это ничего страшного. Все равно все это у нас красиво. Душевую у нас ограждает прозрачное стекло. Здесь и станут у нас каленые, на распорке, для того, чтобы оно не имело люкта. Снизу оно также зафиксировано и к стене оно вставлено в декоративный профиль. Сразу около входа и у выхода из душевой кабины у нас расположен полотенцесушитель. Полотенцесушитель у нас с верхней полкой. Вот. Очень удобно, поскольку если у вас есть еще дополнительные полотенца, можно положить их туда. Вот. И полочка у вас также будет греться. Вот она тепленькая. Вот. И высушивать ваши все полотенечки. Вот. Всегда делайте компоновку правильно, располагайте так, как будет удобно вашему заказчику пользоваться. Вот. Есть, конечно, небольшие трудности, но всегда, ну, в плане, там, допустим, таких переносов, но их всегда можно подумать и решить. Это я вам из своего опыта говорю. Друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на наш Instagram, там мы выкладываем очень много полезных информаций и лайфхаков, а мы дальше будем продолжать еще больше снимать для вас красивых и полезных ремонтов и информаций. Всем пока!